и всем привет мы проходим мануальный массаж и мануальную терапию вот сейчас давайте обратим внимание на визуальную диагностику по человеку когда он идет даже в одежде уже может смотреть там по складочкам как они там шевелятся да вот пройдись например оттуда сюда ко мне по прямой не знаю да и далее мы помните говорил что ищем везде горизонтали горизонтали по плечам включить и смотрим если ставлю человека перед зеркалом да и на контрастном фоне вот просто он демонстрирует что плечо одно выше другой ниже вот либо листики бумажки предложить можно ладошки вот так вот да и человек сразу видит после сеанса соответственно видит что плечи выровнялись да то есть это ему уже результат смотрим по по ушам высота ухо здесь должно быть и здесь одинаково ну бывает там аномалии у кого-то ухо больше от рождения смотрим спереди теперь по грудной клетки по грудной клетки чтобы было на одной высоте видите чуть пониже эту часть по пупку иногда бывает этот полоску тещина дорога называется сдвинуты визуально вбок смотрим по тазу здесь это таза смотрим пальцы ставим расстояние между тазами ребрами тебя два пальца даже 3 базе 3 пальцы сумма симметрично но практически сколиоза нету чтобы понять что если сколиоз или нет вот так можно соединить руки чуть-чуть и вот эти просветы сравниваем да где-то он шире будет у кого сколиоз где-то уже потом с закрытыми глазами вот так вот сведи руки держим опускаем так и видим что вот этот палец выше да и вот этот выше то есть это в принципе признаки сколиоза то есть правостороннего то есть туда ушли ребра да поэтому это рука на длине как бы стала получается у нас вот этот отдел за голову отвечает это верхний грудной отдел нижний грудной отдел шейный переход вещи грудной отдел нижний грудной отдел поясничный отдел да то есть видим что основное искажение здесь поясничном отделе и в нижнем отделе теперь также себе руки сзади так вот так же сможем по вот этим просветом где-то ладошка хорошо входит где-то на может быть там на три или два пальца проходить что нам подсказывает что есть сколиоз опускай руки по уголку лопатки смотрим какой вышках какой ниже вот этот не живите чуть-чуть на сантиметр ниже все таки вот можно сделать фотографии до и после обычно вешаю там просто и ровно со спины сбоку спереди и фотографию сверху прям вертикально сверху потому что бывает что таз ровно так отвечу так не симметрично да если по оси смотреть осевой проекции дальше нам интересно выйди назад чуть-чуть вот эти косточки ямочки выше они или ниже да ставим на них пальцы ставим на тазовую кость пальцы и просим человека сгорбиться шею опускай и медленно наклоняйся к полу голова висит висит сколько можешь вот простите меня на пальцы сначала пальцы мои большие видите этот уехал выше теперь выпрямляйся и вот он выравнивается ведь то есть тут кость более подвижная еще раз наклоняйся во весь насколько уезжает сантиметр на три наверно относительно этой точки может то фломастер нарисовать и врачи увидеть рисовать как будто плохо видно те ямочки то вот она как спрятанная где-то ну вот она получается видите так они вроде как бы на одной оси наклоняйся вперед так же сгорбившись уезжают наоборот вот этот теперь выше да это значит в первый раз пальцы неправильно поставил и неправильно нарисовал сейчас вот она все таки не попал кожа просто сдвигается да ну вот видно что она вот видите чуть выше поднялась выпрямляйся а так вот на одной оси чуть ниже чуть ниже все таки вот так же нас интересует лежа например расстояние если мы нащупим остистый отростка сгорбись еще раз нащупим остистые отростки все так все плохо прощупывается ладно условно покажу вот здесь один идет второй там третий и соответственно это расстояние получается здесь она короче лишь она длиннее видите да то есть тазовые кости могут соответственно вот он такой плоскостью повернуться вот так вот так да вот так вперед экстензия назад вперед флексия назад экстензия ротация да это уже четыре положения потом вот так и вот так 6 положение получается да и тут через положение значит 6 на 6 36 вариаций может быть с тазом да это все мы выщупываем соответственно по вот этой косточкам по вот этим ребрам он не рядом гребнем верхнему до воздушных костей потом проверяем косточку вот 5 сантиметров вниз где-то заканчивается надо будет человека поставить вот берем этот косточку зажимаем в нижнюю часть до держим таз и ты шагай как солдат только одной левой ногой до вверх вниз туда-сюда вот что мы еще бы мы проверяем ее подвижность до уходит наверх или нет при этом или туда загибается во внутрь потом вторую находим здесь 5 см спичный коробок откладываем теперь право на выходе вот если чувствуешь подвижность больше все что она туда уходит больше да то есть подвижность этого таза уже у нас двумя точками обозначена что она больше тут опускаемся ниже смотрим по сгибу власти коленок по плоскостопию оно должно быть симметричным нам главное мы везде ищем симметрию если человека 3 степени плоскостопия но на обоих ногах то ничего страшного так еще тестируем шею теперь повернули голову вниз к ключицам достает или не достает почти достает с этой стороны проверили позвонки по остистым отросткам да ну вот немножко первый грудной позвонок вправо отходят да эти вот вроде вчера